Здравствуйте! В эфире новости в студии Юлия Чубарова. В среду по инициативе Союза предпринимателей Кумертау встретились председатели малого и среднего бизнеса и власти города. Встреча проходит в офисе общества с ограниченной ответственностью Троя. В мероприятии приняли участие глава администрации городского округа Борис Беляев, председатель совета городского округа Юрий Мельников, уполномоченный по правам предпринимателей Константин Кашников, заместителя главы администрации, специалисты структурных подразделений, а также представители малого и среднего бизнеса. О том, какие вопросы обсуждались на встрече, далее. Целью встречи стало обсуждение вопросов, представляющих сегодня наибольший интерес для предпринимателей, а также разработка путей взаимодействия бизнеса и органов местной власти в решении этих вопросов. Нам хочется сегодня поговорить о том, как бизнесу малому и среднему выживать в условиях кризиса в нашем моногороде, как сохранить бизнес тем, кто покрупнее. Условия тяжелые, кризис есть реально, об этом не говорят, но реально стали смотреть и Путин по России, и дает указания, что плачевное состояние бизнеса нужно улучшать. Нужно создавать условия, убирать барьеры, подключаться, что должны быть в каждой администрации люди ответственные за решение проблем малого бизнеса. Из числа собравшихся основная часть предпринимателей – это производственники. Кризис, наблюдаемый по всей стране, коснулся как предприятий, уже утвердившиеся на рынке, так и начинающих бизнесменов. Клиентов становится все меньше. Хотелось бы побольше заявок, были бы объемы, мы могли бы понизить бы и цены, и привлечь уже людей, чтобы у нас люди работали. Тот факт, что руководство города идет на встречу, уже дает надежду на успешное разрешение существующих проблем, отметила в своем приветственном слове председатель Союза предпринимателей Елена Ульянгина. Перед обсуждением наболевших тем глава администрации Борис Беляев вкратце рассказал о тех мерах, которые принимаются со стороны руководства города. Борис Владимирович отметил, что власть заинтересована, чтобы бизнес развивался и укреплялся, поскольку от состояния бизнеса зависит трудоустройство граждан, налоговое поступление в бюджет, а значит и благополучие всего муниципалитета. Еще одним важным звеном в этой цепочке значатся покупательные способности граждан, что зависит от дохода населения. Многое делается городом в целях привлечения средств из внебюджетных источников, в том числе переговоры с федеральными фондами, которые могут предоставить поддержку и средства для реализации инвестиционных проектов. Для того, чтобы предприниматели могли принять участие в различных программах и проектах господдержки, в оформлении документов готовы оказывать помощь специалисты агентства по развитию территорий, созданного на базе бывшего РИКЦ. Перечень услуг организации в скором времени будет размещен на сайте. Представители бизнеса обменялись мнениями о путях решения острых вопросов, обсудили все поступившие предложения, в том числе возможности расширения рынка сбыта производимых товаров, ценовая политика. С вопросами, требующими рассмотрения на законодательном уровне, было предложено обратиться в госсобрание Курултай Республики. В Кумертау продолжается череда мероприятий по вручению юбилейных медалей к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На этой неделе к акции присоединились школы города. В Кумертау юбилейные медали получают более тысячи человек. В основном это ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В одной из школ города побывала и наша съемочная группа. На входе гостей встречает живая колонна из пионеров. Участникам и свидетелей Великой Отечественной войны уже далеко за 70. Многие с трудом ходят. Но несмотря на это ветераны и труженики тыла нашли возможность прийти за памятной наградой. К этому случаю в актовом зале третьей школы подготовили небольшую концертную программу. На сцене учащиеся поют и читают стихи о войне. В адрес приглашенных звучат слова благодарности и поздравления с наступающим праздником. Благодарим вас и низко склоняем голову перед вами. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия в ваших семьях, уважения рядом находящихся с вами, ваших близких, уважения просто на улице людей. Спасибо вам огромнейшее. Люди, участвовавшие в освобождении страны от фашистских захватчиков, никогда не забудут ужасов той войны. Очередная медаль на груди – это еще одно напоминание о великом подвиге, который они сотворили собственными руками. Конечно, не хватало и одежды. Мы одни ботинки на всех носили. На всех детей один погуляет, второй пойдет, третий пойдет. Ну и также питания не хватало. Но мы в колхозе работали, мы пахали. Мы, я на тракторе говорю, работала. Таскали комбайн, молотили зерно. Работали, конечно. Старались, вязали на фронт еще. Барышки, чубки, все вот это. На таких встречах у молодежи есть уникальная возможность услышать о боевых и трудовых буднях во времена Великой Отечественной войны от непосредственных участников тех далеких событий. Старшему же поколению передать свой бесценный опыт школьникам, а также встретиться с боевыми друзьями. Несмотря на возраст, практически каждый сохранил себе боевой настрой и бодрость духа. Дорогие мои ветераны, во-первых, я поздравляю вас с праздником Победы! Ура! Юбилейная медаль 70 лет Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов была учреждена указом президента Российской Федерации. Вручение наград планируется завершить до 9 мая. Владимир Прищепов, Владимир Кузьмин. Новости. Жители Кумертау вышли на субботники, чтобы навести порядок после зимы. Работы ведутся практически по всему городу. Наша съемочная группа проехала по некоторым улицам города и вот что увидела. В рамках весеннего месячника по благоустройству города работниками различных городских организаций начата уборка территорий. Постановление об экологических субботниках подписано главой администрации Борисом Беляевым. Согласно документу, определены территории по санитарной очистке улиц. Особенностью нашего города является наличие большого количества снега. Поэтому, чтобы успеть до майских праздников убрать от мусора территории и облагородить их, вначале помогают таянию снега. Работы ведутся практически по всей территории городского округа. Жители, работники коммунальных служб и работники различных организаций, вооружившись лопатами, вышли на улицы. К примеру, аллея по улице Ленина, излюбленные места для прогулок горожан и район проведения основных майских праздников. Поэтому перед работниками и студентами УГОТУ стоит важная задача – разрыхлить снег, чтобы затем можно было убирать мусор, приводить в порядок насаждение. И молодежь, и люди постарше охотно подключились к работам. Я считаю, что нужно, потому что для того, чтобы город был чище, для того, чтобы самим гражданам, жителям города было приятно находиться в городе, надо выходить на субботники, очищать город от мусора, от грязи. Ну, как погода. Вот погода сейчас пошла, вроде бы и без сырых лени, может, бы и обошлось. Но если погода бы стояла морозная, день и ночь, то, конечно, ответить обязательно надо. Я думаю, это нужно, чтобы приводить свой город в хорошее состояние к весне, помогать, чтобы был наш город все красивым к весне. Я думаю, это очень правильно. Проведение субботников запланировано в течение всего месяца. В понедельник пройдет общегородская акция. Впрочем, уже до этого все организации активно приступили к работам. 9 апреля в городской администрации проходил конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела предпринимательства и потребительского рынка. Полный пакет документов представили 4 человека. На заседании комиссии прошло собеседование с претендентами, где им задавались вопросы на знание действующего законодательства, а также на выявление личностных качеств. Результаты конкурса будут известны в течение 7 дней. В письменном виде будут доведены до претендентов. Город готовится к майским праздникам. Этой весной планируется продолжить традицию, которая была возобновлена в 2013 году. Первомайские демонстрации. Эти начинания очень понравились горожанам. Многие с энтузиазмом откликнулись на то, чтобы такая добрая, хорошая и светлая страничка в истории страны и города снова появилась. В Большом зале администрации прошло совещание по проведению первомайской демонстрации с участием руководителей учреждений и профсоюзов города. Проведение первомайских демонстраций в Кумертау можно смело назвать доброй традицией. В этом году столь масштабный праздник трудовых коллективов пройдет в третий раз. Организаторами выступает местная администрация и профсоюзы города. В год 70-летия Великой Победы первомайская демонстрация откроет череду мероприятий, посвященных юбилейной дате. Трудовые коллективы, которые показывают свою работу, свой коллектив. И это объединение людей труда, которые в первомайскую демонстрацию, в праздник весны и труда выходят встречать весну и прославляют человека труда. Здесь очень хорошее, ну как бы коллективное начало этого праздника, подчеркивающее, что все мы, люди, это единая семья, и мы должны все вместе стремиться к хорошему и доброму. До праздника остается чуть более 20 дней. За это время будет необходимо привести город в порядок. Убрать снег с улиц, покрасить бордюры, заасфальтировать площадь. На совещании по проведению первой майской демонстрации до руководителей учреждений и предприятий была доведена схема движения трудовых коллективов. Обсуждались вопросы безопасности. Организаторы намерены устранить те недочеты, что выявились в прошлый раз, и внести новые элементы. Во-первых, все колонны трудящихся будет встречать выставка специализированной техники, первой из которых будет стоять машина историческая полуторка, где будут стилизованные солдаты того времени встречать наших горожан. Во-вторых, это, конечно же, самое первое почетное место и открытие нашей демонстрации за ветеранами и тружениками тыла. Они проходят первые по площади советов, и именно они потом встречают и приветствуют всех наших демонстрантов. В демонстрации примут участие более 70 трудовых коллективов общей численностью более 10 тысяч человек. Начало мероприятия планируется на 11 часов. Владимир Прищепа, Владимир Кузьмин. Новости. В детском садике «Золотая рыбка» состоялся праздник Шижере-Байрамы. На мероприятии свои родословные представили три семьи. Подробности в нашем сюжете. В празднике Шижере в дошкольном образовательном учреждении «Золотая рыбка» проводится ежегодно. В зале собрались участники мероприятия, гости, а также воспитанники детского сада. Каждый раз мероприятие проходит в формате праздника национальных культур. Вместе с семьями и участниками концертные номера представили малыши детского сада. Они исполнили народные танцы и песни, поиграли в народные игры. В этом году мероприятие посвящается 70-летию Великой Победы. В рамках подготовки к юбилейной дате в дошкольном образовательном учреждении ведется большая работа. Так, например, в фойе оформлена выставка с фотографиями фронтовиков, письмами солдат. Такие же материалы использовали в выступлениях участники праздника Шижере. Всего же в своей родословной представили три семьи – Ахтямовых, Сабангуловых и Хаировых. У нас известно семь поколений. Но нельзя сказать, что изучили сейчас, потому что мы всегда о них помним, знаем. Со школьных времен я их всех знаю, своих прадедов. Ну а что еще интересно, мы просто нашли сейчас братские могилы. Прадеды мои служили. Раньше мы не знали, где именно братские могилы. Вот один прадед погиб в 45-м в Восточной Пруссии. Сейчас мы именно нашли документы, оригиналы всех этих записей и фотографий братской могилы Калининградской области. Второй прадед погиб в Орловской области. Он офицером был в 43-м году. И тоже нашли братскую могилу, какая школа там следит за ней. То есть вот это была новая информация. А так все остальное мы помним, знаем. В нашей семье мы до четвертого поколения дошли. Наши корни уходят в Сирлебашский район. Изюминка нашей семьи – то, что мы все дружные. Знаем свои корни, своих дедов, прадедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, были участниками ее. И прививаем своему ребенку эти знания. Конечно, охоты многое узнать. Но остались письма деда. Охота узнать большее. Собираемся съездить в город Айов, посетить братскую могилу. Конечно, охота узнать большее. Заведующий детским садом Галина Тодорова поблагодарила семьи за интересные рассказы и активное участие. Для нашего детского сада этот праздник традиционный. Каждую весну мы приглашаем семьи для участия в празднике Шижеры-Байрамы. Семьи соглашаются охотно, с удовольствием. Они приходят иногда и со своими инструментами музыкальными. И поют, и пляшут, и танцуют. Все делают с удовольствием. Потому что семья – это самое главное в жизни. И знать ее корни, хранить эти корни – это главная забота каждой семьи. В завершение участникам были вручены дипломы и памятные подарки от Курултай-Башкир города Кумертау. В средней школе номер один состоялось масштабное мероприятие. С 1 по 11 классы хоровые коллективы боролись за звание лучшего. Мероприятие посвящается 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Битву хоров среди начальных классов посмотрели и мои коллеги. Без песни не было бы победы. Под таким названием проходит битва хоров в рамках смарт-проекта «Поющая школа». Зал школы номер один полон. И это лишь начальный блок, куда входят учащиеся с 1 по 4 классы. Поэтому конкурс проходит в три этапа. Младшие школьники, средние группы и старшеклассники. Все выступления проходят прямо в зале, где один хор сменяется другим. Все песни военно-патриотического характера, так как конкурс посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. У меня матроска, шашка у меня. Мама мне купила быстрого коня. На сцене приглашенные гости и экспертная комиссия, в составе которой представители школы, специалисты управления культурой и управления образованием. Еще перед началом битвы организаторы озвучили критерии оценки. Это мастерство исполнения, внешний вид коллектива, слаженность исполнения, эмоциональность, умение передать характер и основной смысл песни. Перед каждым выступлением учащиеся рассказывают о том, кому посвящается песня, предысторию написания. По словам директора школы Елены Конунниковой, основная задача фестиваля – патриотическое воспитание. Каждая советская песня является сюжетной песней, посвящена какой-то теме, каким-то героям Великой Отечественной войны. И когда дети готовились к исполнению песни, они изучали историю этой песни. И в процессе изучения, в процессе чтения литературы, ребята всех возрастов сталкивались с такими словами и терминами, которые сейчас в учебниках встречаются редко, как пионеры-герои, комсомольцы, молодогвардейцы, сигнальщики, гарнисты, символ Орленка, что это означало для молодых героев, партизан в годы Великой Отечественной войны, «Орленок», песня эта. Старшие исполняют у нас «Марш славянки», опять же, знакомясь с историей песни. «Марш славянки» имеет несколько текстов, но все они посвящены патриотизму, все они посвящены событиям года Великой Отечественной войны. И вот этот проект помог детям реализоваться не только в плане исполнения военных песен, но и сплотил всю школу вокруг такой замечательной и очень важной для каждого гражданина России темы, как победа советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый класс к музыкальному конкурсу готовился в течение всего учебного модуля. Помогали учителя музыки, классные руководители. В итоге мероприятие прошло ярко и эмоционально. Члены жюри, гости и сами участники остались довольны выступлениями. Посмотреть конкурсную программу пришли также родители, бабушки и дедушки детей. Я на этом мероприятии присутствую как дед. У меня здесь учатся трое внуков. Мероприятие очень отличное. Такое мероприятие необходимо проводить, именно проводится не только в год 70-летия нашей великой победы советского народа в этой войне, а именно регулярно. Чтобы наше молодое поколение помнило и знало о том, что именно в каждой семье практически воевали или дед, или отец, или брат. Чтобы именно история для молодого поколения осталась и оставалась в их сердцах. Выступление не оставили равнодушно в зале, и у каждого класса была своя изюминка. Но конкурс есть конкурс, и здесь должны быть определены лучшие коллективы. После обсуждения жюри первое место присудило коллективу четвертого А-класса. Они исполнили песню «Женька». Дети признаются, в течение всей программы все волновались. Но победить, наверное, ребятам помогли их сплоченность и старание. Целую четверть готовились. Мы думали, что мы не займем первое место, а оказывается, заняли. Но мы были уверены в себе. Это очень много эмоций и такой адреналин. Особенно, когда узнаешь, что у вас первое место. Много эмоций. Даже не ожидали то, что победим. Вообще очень радостно, весело. Не ожидала. Кто вам помогал? Альбина Хайдаровна, наш классный руководитель Вера Михайловна. Помогали учителя. Мы были очень рады, что мы победили. Мы вообще думали, что займем второе или третье место. Миллион эмоций. Финальную песню «Пусть всегда будет солнце» исполняли все участники, организаторы, гости. Конкурс такого формата в школе прошел впервые. И, возможно, после такого успешного начала это станет еще одной доброй традицией образовательного учреждения. 8 апреля в Арценте Дуслык на втором к туре конкурса хореографического искусства «Афарин» собрались танцовщики классического и народного танца, где и побывала наша съемочная группа. Весна так богата праздниками. И сегодня в городе Кумерта у нас вновь праздник. Праздник творчества, праздник искусства. Искусство, которое показывают самые юные таланты, детские таланты. 8 апреля в Арканце Дуслык проходил второй тур республиканского конкурса хореографического искусства среди детских школ искусств «Афарин», где себя могли показать коллективы разных городов и районов Башкирии. «Афарин» — это республиканский конкурс. Был он организован Министерством культуры, Республиканским учебно-методическим центром. Представители всегда в членах жюри. Это наше самое высшее, что у нас есть хореографическое творчество, представляет хореографическое училище. В этот раз принимал участие как член жюри директор хореографического училища. Первый отборочный этап состоялся в феврале в детских хореографических школах и хореографических отделениях детских музыкальных школ и школ искусств Республики Башкортостан. Второй республиканский этап проводился в апреле-май в городах Кумертау, Октябрьский, Сибай, Уфа и Училы. Конкурсные выступления второго этапа проводятся публично. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей, содействие развитию детского хореографического творчества Республики Башкортостан, ознакомление с новыми тенденциями в преподавании хореографии, огня педагогическим опытом преподавателей. Для нас это очень большое испытание, для всех коллективов. Уникальность этого конкурса в том, что здесь собираются только учащиеся детских хореографических школ и школ искусств Республики. То есть здесь нет самодеятельных коллективов. Почему? Потому что то, что мы видим у самодеятельных коллективов и в хореографических школах, когда коллектив выходит на сцену, он показывает, знаете как, как обертка конфетки. А вот внутренности и как это все изготавливалось, этого никто не знает. Вот здесь мы показываем самое главное – работу в классе. Это самое большое испытание для любого педагога и для любого учащегося. В конкурсе принимают участие воспитанники детских хореографических школ и хореографических отделений детских музыкальных школ и школы искусств Республики Башкортостан. Выступали они по двум номинациям – ансамбле и сольные исполнители – в средней и старшей возрастных группах. В этот раз было немножко больше народу, порядка 160 человек. Гала-концерт у нас будет 13 мая, победителей мы узнаем только так от всех зон нашей Республики. Победители получают звание лауреата с ручением диплома и награждаются ценным призом или денежной премией. Государственные и общественные организации, средства массовой информации, творческие союзы, частные лица могут учреждать специальные призы и премии по согласованию с жюри. Победители конкурса выступят в Гала-концерте. Александр Наумов, Владимир Кузьмин, Новости. Информационный партнер программы «Общество с ограниченной ответственностью» «Газпром. Газораспределение. Город Уфа». Город Кумертау. Улица Карла Маркса, 2А. Это была последняя новость этого выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова